Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как бесплатно перевести деньги с Польши в Украину или же в другую страну СНГ. Операция та же самая. Ну что ж, поехали! Все, что нам понадобится, это карта польского банка, интернет-приложение, то есть банковское приложение, с помощью которого мы будем переводить деньги. Я пользуюсь Миллениум банком, да, там и удобное приложение, и все делать очень просто. И так же понадобится карта в Украине, то есть карта приватбанка, очень удобно, на которой мы будем переводить деньги. Дальше нам нужно забить в поисковике Transfer.gov, нам выберут первую ссылку, мы здесь можем увидеть вот такую картинку, когда она откроется, да. Все, что нужно вам, это будет дальше зарегистрироваться, да, с помощью вот этой кнопочки. Дальше мы посмотрим, что там будет можно делать. Как мы видим, у нас открылось окошко, и здесь есть несколько таких опций. Вот здесь мы будем вводить, да, злотые гримы, но не суть. Как вы видите, здесь есть три опции, то есть, если мы хотим сделать перевод бесплатно, то есть 0 злотых комиссий, то мы будем ждать 4-5 дней, да, рабочих. Если же мы хотим сделать перевод, там, допустим, на следующий день, чтобы он пришел до 6.30, обязательно это должен быть рабочий день, то уже комиссия составляет 5 злотых, так и курс падает на 10 грош. Также, если мы хотим сделать экспресс-перевод, то комиссия будет уже составлять 15 злотых, ну и, естественно, курс не меняется. Также, для того, чтобы получить в подарок 10 фунтов стерлингов, вам просто будет нужно перейти по ссылке, которая будет в описании под этим видео. Дальше нажимаем регистрации, так, нам нужно зарегистрироваться. Для этого нам понадобится электронная почта. Если у вас ее нет, то нужно ее обязательно создать, иначе никак. Дальше вам нужно будет придумать пароль из шести знаков. Это может быть и буквы, и цифры. Главное, чтобы буквы были латиницей, то есть английскими буквами. И здесь, опять же, таки вбиваем код на приглашение, который будет у меня под видео, если вы не сможете перейти по этой ссылке, что там будет под видео, да. И нажимаем создать аккаунт. Так как у меня есть уже созданный аккаунт, да, я уже буду просто присоединяться от Google. Так же вы можете так же сделать, если вы есть зарегистрированы на Facebook или же в Google, да. Так вы сможете просто быстро зайти и позаполнять только нужные вам данные, и у вас сохранится пароль, чтобы на будущее не вводить его по сто раз. Как я это сделал, как вы увидели. Очень удобный сервис, да. То есть курс там нормальный, выше, чем в украинских банках. Ну, не намного, но нормальный курс. Вот. Если вы видите, да, я уже пробовал переводить деньги там некоторое время назад, да. Вот. И что нам нужно сделать дальше? Допустим, вы хотите создать новый перевод. Нажимаем «Отправить деньги», да, с Польши в Украину, так как нам и нужно, да. Здесь вводите сумму, которую вы хотите перевести и которая должна быть на вашей польской карточке, да. Дальше здесь вы можете видеть, что вы получите в гривнах сколько, да. Здесь, если вы хотите бесплатно перевести и готовы ждать 5 дней, до 5 дней, то здесь нажимаем эту опцию, то есть «Бесплатно», и так мы без комиссии сможем перевести деньги. Здесь выбираем «Банковский перевод», или же, если у вас нету банковского приложения, то вам нужно будет здесь нажимать галочку, и еще комиссия будет плюс 5 злотых, то есть плюс 4,86. Это не очень хорошо, поэтому лучше, если у вас есть приложение, то выбирать эту опцию, опять же-таки здесь вводить промо-код, который будет под этим видео, и нажимать «Продолжить». Когда вы все эти данные заполните, да, у вас откроется новое окошко, да. Вам будет нужно ввести данные получателя, да. Получатель будет, естественно, человек, если вы, то вы, если ваша жена, не знаю, сестра, брат, то может быть и так. Вам здесь будет нужно ввести полное имя на кириллице, опять же, на латинских буквах, имя и фамилию, да, номер телефона, который привязан будет к украинской карточке, да, обязательно, который привязан, последние 4 цифры банковской карточки украинской, да, валюта, в какой вы хотите получить деньги, и дальше, если вы уже запомните все эти данные, просто нажимаете «Продолжить». Вот здесь мы видим, что у нас открылось новое окошко. Здесь нам нужно выбрать, опять же-таки, банковский перевод, не девятовая карта, да, это будет намного сложнее, и плюс 5 взвод еще комиссии. Как вы видите, здесь есть окошко, кому отправляем, да, номер счета и цель перевода. Что это значит? Для того, чтобы деньги пошли уже от TransferGo к Украине, как мы видим здесь, да, нам нужно сначала перевести деньги с нашей карточки на TransferGo. Для этого нам нужно зайти в наше приложение, так, банковское, польское, и ввести получателя, вот это все, номер счета и цель перевода. Там, может быть, все на польском написано, поэтому вам нужно будет с этим разобраться уже самостоятельно, да. После этого, если вы все заполните, проверьте еще раз, все так ли вы ввели, да, и если все хорошо, то нажимаете уже «Я внес депозит», да, и ваша, вся эта транзакция пойдет в обработку. Также, если вы будете переводить, там можно указать, хотите вы получить уведомление, как, то есть на телефон или же имейлом, и таким образом, если уже деньги придут, вы получите уведомление. Хотя, если, допустим, я делал в большинстве случаев срочный перевод, то там деньги мгновенно, мгновенно, за считанные минуты приходят, очень удобно, советую всем. Это все, что нужно для того, чтобы перевести деньги. Также, Transfer.Go может попросить у вас авторизоваться, то есть сфотографировать ваш паспорт. Там тоже не будет ничего сложного. Вам просто высветится окошко, в которое вам нужно будет сфотографировать паспорт. Или же придет смс на телефон с ссылкой, на которую вы нажмете, и она автоматически перенаправит вас на Transfer.Go в сайт, где вы сможете тоже сделать фото, и оно автоматически загрузится. И дальше, все как по маслу, у вас будет все хорошо с деньгами вашими, да. Для того, чтобы получать новые уведомления с моего канала, прошу подписаться на канал, поставить лайк этому видео, и поделиться этим видео с друзьями обязательно. Если что-нибудь вас еще будет интересовать, прошу писать это в комментарии. Все вопросы писать в комментарии, я обязательно на их отвечу. Я всегда читаю комментарии. Спасибо, что слушали меня. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok